МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПАСЯУНАЕ ИДЕ У господарки в области накераван из вышпал тысячей специалистов за организацией и наученцы-практиканты из профильных установ адукации. Новый час. На Витебской ратуши протягивается замена годинника. Састарелый механизм меняют на сучасные. Пригожая, эрудированная, творчая. У Витебску проходит региональный этап национального конкурса пригожостей МЕС БЕЛАРУСЬ-2021. Вітаю вас в эфиры новины Витебской в области у студии Артур Смоляков. С 1-го липеня бюджетные организации смогут повеолечить премиальный фонд. Змены у оплаты працы работникам бюджетной сферы продугледжены указом керовника державы номер 482. Про нововведение шла говорка на областным семинары. У приватности повеолечится помер сродков, которые накеровываются на премирование. Он возрастет с 5 до 20%. Так само на ТЭШ-меты теперь будут размярковываться невыкористанные гроши, продугледженые на оплату працы. А кроме того, уведена мера додатковой социальной подтримки работников. С 1 января 2022 года увеличивается размер пособия, единоразового пособия на оздоровление. Раньше было 0,5 оклада, теперь с 1 января 2022 года размер ее составит один оклад. И хочу обратить основное и важное внимание, что принятие данного указа направлено на совершенствование уже действующей системы оплаты труда. И принятие его направлено на сохранение заработной платы, которая сложилась до 1 июля 2021 года. И ни в коем случае не влечет снижение уровня заработной платы. Комитетом по труду разработан план работы по проведению разъяснительной работы. То есть составлен график посещения организации, то есть с выездом на районы и с посещением организации для проведения разъяснительной работы. Потому что это очень важно, надо дойти до каждого работника, разъяснить, какие усовершенствования, как меняется система оплаты труда. Сегодня в Павночном регионе, в бюджетной сфере, працуют больше за 110 тысяч человек. Это 33% от огульной колькости занятых у экономицы в области. Тысяча пропанов. Электронный кермаш вакансий пройдет 28-го кроссовика. Наймальники больше за 65 организаций предприемства у Витебской области пропануют кандидатам больше за тысячу вакансий. Электронный кермаш вакансий отбудется на 1-й информационной плясуце и вакансии Кропкабай у Сераду с 10 до 13 годин. Кандидаты смогут у режиме онлайн задать пытание наймальникам. В этот час Комитет по праце, занятости и социальной обороне Витебского облаканкама, организуя онлайн-консультования по пытаннях садейничания занятостей насильництва и послугах, які оказывает служба занятостей. Тем часам поселная на Витебщине у самым разгары. Своечасова провести весенне полевые работы хлеборобам допомагают додатковые кадры. У господарки в области накерованы звышпау тысячу специалистов з организаций. Подмогой стали так само и наученцы-практиканты из профильных установ адукации. Про молодую гвардию, якая працует в полях и майстернях предприемства, наш корреспондент Инна Падрецкая. Навучениц Городоцкого державного аграрно-техничного колледжа Дмитрий Соболь загружая на сеннем сейлку. Задача не складанная, а ли вельми отказная. Четвертокурсник проходит вытворшую практику сельгаз-предприемства или пауцы. Работаю я на тракторе 15-23 с загрузчиком сейлки. Сейчас я загружаю сейлку с ЗТМ. Права я получил год назад, и у меня не было сложности, и не составляло сложности сесть на этот трактор и агрегат. У агульную справу свой уклад уносит и Максим Адамович из Витебского державного профессийно-техничного колледжа сельского спадарча вытворчасти. Разом со специалистами практикант сочит, как машины могли без перебоя упрацовать в поле. Рамонтует технику майстерни. Под присмотром специалистов меняем расходники, фильтра, масла, обслуживаем трактора, которые ездят сейчас на полях. То есть по сварочной помогаем плуги, культиваторы, селки, варим, если надо, и выезжаем на поля. У Липаусах у полях побольше с опытными механизаторами працуют каля 20-ти навученцы у колледжа. И она не только принимает удел у поселной компании, але и заденечена на инших видах весенне-полевых работ. Займаются баранованием шматгадовых трав, да помогают уносить минеральные туки. Практикант мне, Димка, помогает в основном с заездом этой агрегатной сельско-техники. Это получается с выездом и заездом. Регулирует меня, чтобы я не свалился с этой телегии. И обслуживание сельско-техники названием «РОСА». Как бы легче намного стало. Ну, надо учить. Опыта еще, конечно, нету, но всего добьется в дальнейшем. Контролюють працу молодых помощников майстры колледжи. И они регулярно объезжают в господарке, как проверить, як навученцы справляются с практикой. На производственную практику во время поселной компании у нас отправлено две группы, это 52 человека. 16-15 из них работают в Липовцах, но остальные в хозяйствах, в основном в хозяйствах района Питерского. Ребята перед началом производственной практики сдали на временное выставление. Многие имеют временное выставление трактористов. Поэтому по приходу хозяйства, некоторые получили технику и работают на технике. Молодая гвардия не учим не сступает до свеченого аграры. Як и хлеборобы, навученцы будут узнагароджены за свою працу рублем. Практика оплачиваемая. С самой ранницы до позднего вечера разом яны робить усе махчимое, как провести поселную кампанию у термин. Ярового села сельскохозяйственных культур в унитарном предприятии Липовцы в 2021 году запланировано 1600 посеять яровых, зерновых и зернобобовых культур, 1600 гектар кукурузы, а также под вес на вспашку 3500 гектар. Сегодня практика у сельгазпедприемствах в области проходит две с половой сотни наученцев профильных установок дукации. Удвоябольш на допамогу аграриям накерована специалистов з організацій. Инна Падрецкая, Станислав Дудзин, Витебскі район. Подрабязні про тое, як молодая гвардія допамагає хліборобам Витебскага района пасеять будучи ураджай і увогулі справиться з весенні полявыми работами у програмі «Вязкоуцы» на телеканалі «Беларусь-4» Витебск 28-го красавіка У-2030. До інших тем, у Полоцкім районі супрацівнікі МНС выратавалі мужчину, які танув у рацеушача. Інцідент адбывся у агрыградку Рудня. Ратаунікоў выклікалі містічы. Мужчину зауважалі прикладно ў 4 метрах ад берага. І он трымався за паваліная древа. Цячэні раки ў гэтым місце вільмі моцне. Аднак супрацівнікам МНС удалося вытягнуць мужчину на бераг. На приєзду хуткай до памоги яго паспелі сагрець. Медыкі шпіталізавалі вязковца з дыягнозам агульнае перахолоджання. 40-гадовый жыхар вёскі Фарынова Полоцкага района не змог патлумачыць, як ёнапынувся ў вадзе. Паўтары тонны самагону і чатыры тонны брагі. У Паставскім районі праваховнікі знайшлі міні-завод па вытворчысті алкогольный продукці. Уласны бізнес ў закінутым домі на хутары Ганарушчана арганізаваў 30-гадовый жыхар Мінскай в області. Падазрыні з'явіліся ў мясцовага ўчастковага. Як аказалася, не здарма. У домі і ў гаспадаршыў па будові знайшлі тонны алкогольный продукці. Гэта самая буйная партыя, конфіскаванная на тарыторіі Віцебскай в області з пачатку года. Проверив ўчасток і прилегаючу територію, правоохранители обнаружили промышленний аппарат для производства спиртосажащей жидкості. 30-тилетний житель Младенщикого района приїжджал на поставщину для производства самогона. Дом, который принадлежит його другу, он приспособил для частного бизнеса. Участкові із'яли 4-тонны браги, 680 литров спиртосажащей жидкості. Впоследнюючим выяснилось, що ще 810 литров самогона прятал в другій хозяйственній пострійку неподалеку від производства. Самогонний аппарат і незаконні продукти із'яты. Молодой чоловік привлечён к адмінистративній відвістанці. Організатора міні-завода притягнули до адміністраційної відказності. Правоохранники нагадують, витворчість алкогольній продукції може обярнуться штрафом до 870 рублів. Сьогодні у Віцебську прайшов регіональна етап національнага конкурсу прыгажості «Міз Беларусь-2021». Амаль сорок прыгожих і смелых дзявчат прынялі у дзялу кастынгу. Яны працтавілі Віцебск, Полацк, Новополоцк, Оршу, Талачын, Гарадок і Докшыцы. Крытерії, якім павінны былі адповідаць дзявчыны, даволі строгі. І гэта не толькі привабна ізнешнаць. Узрост от 18 до 24 гадоў рос не нижай 174 сантыметраў. Усе прэтэндэнткі незамужні, ані маюць дзяцей, татуіровак і пірсінгу. А крэмя знішнаці, журы таксамы звернула увагу на уміння трымацца пірат публікай, эрудицію, камунікабельнаць, пачыцьо гумару і творчая здольнаці. На участя подавали 60 заявок наших красавець Віцебскаў області. На адборі будь присуствуаць околас сорока. Первуючыць, канешна, обаяння, красота, ум, привлекательність. Вот эти, наверное, основные черты, рудиція. На що буде обращати сьогодні журей при отборе 30 красавец для участия уже в республіканском отборе. Это на самом деле очень интересный опыт. Это какая-то новая ступенька. Занятия танцами, занятия музыкой, какие-то еще увлечения. Это все очень интересно, но в этом году что-то новое. Хотелось бы, конечно, наивысшей точки, лучшего результата. Конечно, это все волнительно. Иногда до паники еще, конечно, не доходило, но все-таки немножко ручки трясутся. Но будем стараться идти только вперед. Страх, естественно, есть. Решила себя попробовать в какой-то новой сфере. Я достаточно часто себя пробую в чем-то новом. Ну и вот здесь тоже решила попробовать. Почему бы нет? По выниках кастингу журы вызначила 30 девчат, которые представят Витебскую область на республиканском этапе конкурса при Гажосте. И он пройдет в Минску в середине мая. Новый час. На Витебской ратуши протягивается замена годинника. Состарелый механизм, который прослужил Амаль Паустагодзя, меняются на новые, сучасные. Им можно керовать по GPS, включать бой курантов и любую сотню запраграмованных мелодий. Наш корреспондент Вольга Шмаргун поднялась на вежу городской ратуши, поназирала за процессом монтажу и одной из первых подчула, как будет учать головный годинник Витебска. У вежи Витебской ратуши специалисты працуют другий день. Демонтуются основные части старого механичного годинника. Их четыре по периметре будинка. Здымать металличные корпусы не просто. Уход идуть шлифмашины и кувалда. Сложно, что вот все большое, огромное. Вот один такой механизм весит может порядка 50 килограмм. А вот новая, то есть килограмм, полтора килограмма где-то. Если вал, там размер вала нового механизма там 10 миллиметров, то тут где-то я не знаю порядка 30 миллиметров. То есть толстая труба такая, то есть очень сложная. промысловый альпинист Павел Ходорченко працуе на вышине коля 40 метров. Поспел налюбоваться краевидами города с вышине птушиного полету. Тяперс дымая стрелки старого годинника. Их вага так самоураживая не меньше 15 килограммов. Для пораунання новые важать усяго три. Стрелки тяжелые, но все возможно. Работаем, стараемся. Стрелки демонтировали, будем демонтировать еще новые. Но с новыми то уже полегче? Надеюсь, да. Минская компания, что выиграла тендер на установку годинника у Витебска, с такими померами сутыкнулася у першиню. Деаметр циферблатов гигантский, три метры. Их вырошили заховать в сегодняшнем выгляде. До речи, у першиню годинник на Витебской ратуши узгадывается в историчных документах еще в 17-м стагодзе. В момент деревянной ратуши уже стоял часовой механизм. К сожалению, как он работал, сколько он просуществовал и куда он исчез, мы не знаем. В 1775 году было построено новое здание ратуши, каменное, с башней. Уже тогда появляются какие-то сведения о попытках установки часов. В 70-е годы 19-го века был установлен механизм. Правда, он часто ломался, его приходилось ремонтировать, но он все-таки работал. И уже в 1913 году, когда произошел пожар, известный пожар на ратуши, механизм тоже пострадал. Его необходимо было полностью заменить. У Витебским краязнаучим музеем бережливо заховывают все, что связано с историей города и самого вядома гауим будинка. Годинник на ратушной веже вяде свой уласный летопис. Гэта годинниковый механизм давно стал историей. Он был установлен на Витебской ратуши в 1926 году Московской кампании. Перожил войну, был пошкоджен и обновлен в послевоенный час. Он прослужил каля паустагодзя. До тысячагодзя Витебска в 1973 годзе годинник на ратуши вырешили обновить. С такой же периодичностью Амальпрас паустагодзя куранты на ратуши меняют знов. Новый годинник итальянской вытворчасти. У им есть механичная и электронная частки. Керованне ожицевляется по GPS. Есть и музычное сопровождение. Кожную годину над Витебском будет раздаваться бой курантов, а каждые три годины выжать мелодия. В программе их свыше сотни. На любых уст от колядных звоночков и отчастки старого механизма, который отработал свое, теперь станут музейным экспонатом. Рух стрелок спынили, к обдать старт новому часу. Вольхаш Маргун, Сергей Котов, Ян Вчельников, Новины, Витебск. Кольки слова об спорте, команда першамайска района города Витебска стала переможцей первой областной спартакеяды Витебской организации профсоюза работников адукации и навуки. Спаборництвы были присвечены ста годзю створения Галинового профсоюза. Наставники оспричвали лидерство в пяти видах программы. Светками боротьбы в гульнявых видах спорту стала и наша здымочная группа. Тему протягни Сергей Мисурагин. Колистия это нужно было сделать. И символично, что первая спартакеяды профсоюза работников адукации и навуки лазилась до Бажавного технологичного университета. Это легкоатлетичное ядро с футбольным полем, бассейны, спортивные залы. Правда, мало кто ждал, что на конце красавика на дворе со стороны команды пронизливым ветром и мокрым снегом. Тем не меньше физкультурников это не жизни и соответственно работать на благо нашей страны. Первые старты выкликали неподробный ажиотаж у регионах. А спрашивать лидерство на водной гладе, в футбольном поле, в волейбольной зале и на легкоатлетичной дорожце собралось больше 400 удельников, которые представляли 19 команд системы адукации по ношнаг региону. Лепшие из них будут оборонять гонор в области на республиканских стартах. Мы фактически виды спорта повторяем по республиканской спартакиаде работников органов системы образования, которая будет проходить 20-23 мая в детском оздоровительном лагере Зубрёнок. А удельники спартакиады не ховали своих амбиций. В регионах ладятся свои спартакиады, а там и наставники находятся о доброй физичной форме. Мы у нас такую же спартакиаду проводим в Витебском районе. Активно участвуют как директора администрации школы, так и педагоги. Они это дело любят, вы их видите, они сегодня участвуют с удовольствием. Училия действительно люди сильно заняты, но для спорта мы время найдём всегда. Ну, по вечерам ходим в спортзал, занимаемся. Я думаю, это заряд бодрости, радости, встречи с новыми людьми, новые впечатления. Провести спартакиады по пяти видах спорта за один день вельми складано. Алия наставники люди отказные и дармачасу не губляли. Увы, неку переможцам с поборництву у агульнокамандным залику стала команда першамайского района Витебска. На другим местам проставники Кастрышненского района, а замкнули прозовую тройку наставники Витебска района. Саргей Мисурагин, Станислав Дудин, новины Витебска. И на этом выпуск новин завершены. С вами развитвуюся. До встречи. Уближайшие сутки у в области будя в облачность прояснениями. Местами невеликие короткочасовые опадки, дождь ночи с мокрым снегом, ветер неустойливый 3-8 метров за секунду, температура по ветру ночь минус 3-2, днем плюс 7-12. У Витебску в облачность прояснениями невеликие короткочасовые опадки, дождь ночи с мокрым снегом, ветер неустойливый 3-8 метров за секунду. Температура поветра ночью 0,2, днем 8-10 градусов тепла.